Присягая на верность своему отечеству, я давал обязательство защищать свободу и независимость своей родины. Российской Федерации внутри ее границ, а не вести агрессивные боевые действия в составе вооруженных сил своей страны с целью захвата территории другого государства. 36-летний сотрудник ФСО из Новосибирска Михаил Жилин осознанно отказался от участия в войне, бежал из России и попросил убежище в Казахстане. Но ему не только отказали в убежище, но и возбудили уголовное дело в отношении него, арестовали и готовят к депортации в Россию, где в отношении Жилина также уже возбудили два уголовных дела. Так как у него вторая форма допуска секретности, у мужа не было загранпаспорта и ему запрещено было выезжать. Выходов было два, или бежать через Казахстан, или через Монголию. Мы решили через Казахстан, так как после выступлений Такаева о том, что он не признает ЛДНР, были уверены, что Казахстан не поддерживает войну в Украине и предоставит нам убежище, рассказывает супруга Михаила Екатерина Жилина. Бежал Михаил в Казахстан через леса в обход пунктов пропуска. Сейчас бывший сотрудник ФСО, который отвечал за правительственную связь, находится в изоляторе в Астане. Дела о незаконном пересечении границы в отношении Жилина возбудили в Казахстане и в РФ. В России на мужчину также заведено дело о дезертирстве. Екатерина Жилина рассказала, что семья надеется на вмешательство мирового сообщества и попросит третью страну предоставить статус бешенства и муженс, чтобы его не депортировали в РФ. Также семья предоставила видеообращение Михаила и Екатерины, записанной еще в октябре. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.